здравствуйте мои подписчики и гости моего канала наконец-то я решилась поделиться с вами своим рецептом пирожков рецепт у меня не простой без единого яйца пирожки нереально вкусные получаются меня его научила этому рецепту моя мама и они прям вот они воздушные такие мягкие пушистые еще горячие конечно очень очень тяжело все это вам показать ну если наперете терпение посмотрите все видео то я вам покажу какие они внутри как у него них держится начинка ну что слишком много болтаю приступаем для начала нам нужно с вами поставить дрожжи и дать им возможность подняться у меня вот такая небольшая пачечка 100 грамм и я беру небольшой кусочек я свои дрожжи храню морозилки поэтому он у меня такой замороженный наливаю воду в кружечку немного вода должна быть ну наверное температуры где-то наверное как ваш палец вот так вот температуры тела так добавляю сюда немного сахарного песка сахарный песок нужен для того чтобы дрожжи это живой организм и он должен они должны чем-то питаться и чуть-чуть добавляем муки и все это нужно размешать если у вас нет живых дрожжей то это все можно сделать с сушеными дрожжами ну тогда наверное нужно взять на мой объем продуктов нужно взять пачку дрожжей там где-то наверно грамм 10 будет я ставлю дрожжи немножечко разогреваю комфорку потом ее выключаю вот здесь уже становится тепло и ставлю вот сюда свои дрожжи которые мы с вами развели и оставляю буквально минут на 10 муку нужно обязательно просеять прошло буквально три минуты я еще немножечко решила это дело поперемешать и вот видите насколько быстро дрожжи начинают пениться ну все равно дамам минут десять еще постоять и буду уже выливать наше тесто теперь нам нужно теплое молоко выбираем свой тестомес но когда у меня его не было я тоже я это делала руками месила потом выливаю стакан растительного масла стакан сахарного песка два пакетика ванильного сахара и и чайная ложка соли и все начинаю перемешивать сливка перемешала и начинаю вводить муку здесь уже какое количество муки это будет зависеть от качества ваших муки а вот какая консистенция должна будет получиться я вам покажу ввожу пока еще увожу небольшое количество муки вот на этом этапе уже можно ввести сюда к тесту наши дрожжи которые вот так вот вот с такой шапкой красивые получились тесто готово выливаем в чашу в котором будет подходить наше тесто немного растительного масла и вот так вот и и все промазываем заодно промазываем руку которым будем выкладывать наше тесто вот и выкладываем его вот оно такое красивое тянущиеся не льющиеся а тянущиеся получилось пусть вас не смущает что она жидковатая но это так должно быть вот такое но красивая у нас с вами получилось оно и не тугое но в то же время и не жидкая все и оставляем мы его с вами приблизительно на два часа у меня прошло полтора часа и смотрите какая красота тесто хорошо замечательно поднимается видите она вот такой красивая минут 15 я наверное начну уже дальше с ним работать включила духовку для того чтобы она прогрелась на температуру 180 градусов и начинаю заниматься пирожками предварительно подготавливаю противень и наливаю немного растительного масла и хорошо их так все промазываю кисточкой вот у меня три противень и я уже их все три подготовила и что мы дальше делаем мы мажем стол растительным маслом прям хорошо хорошо так смазываю стол растительным маслом и руки и вот теперь я буду выкладывать часть теста видите вот так вот часть теста я взяла ой надо было руки конечно мазать надо хорошо все полностью и вот начинаю делать вот такие маленькие комочки вот такие маленькие я не профессионал поэтому у меня фильме может происходить всякие неожиданности снимаю я без дублей еще тесто так пирожки у меня обычно я делаю не очень крупные и вот такие у нас с вами красивые будут комочки маленькие ничего я их дополнительно не искатываю видите к рукам уже ничего не пристает ну во первых у нас руки в масле с вами до ничего не пристает и тесто очень хорошее сегодня у меня получилось так что мы дальше делаем это пока закроем что мы дальше делаем начинку я свое делала вчера а вообще в принципе можно успеть пока тесто подходит можно успеть и сделать начинку вот что мы делаем кладем вот так вот пирожок начинку и у нас с вами задача просто это все ой просто все залепить дрожжи у меня хорошие прям пирожки пузырятся ну и такой вот что-то такое красоту какую-нибудь продолговатую сделать все он отправляю ставлю на противень кладу и продолжаю дальше ой рука влезла кадр но ничего я конечно уже ничего изменить не могу потому что руки очень жирные вот видите вот просто залепили все просто прям залепили перевернули на другую сторону и этой стороной который шов мы с вами кладем на противень и вот такие они вроде как не не очень крупные и так же поступаем со всеми остальными пирожками вот я один ряд сделала с мясом один ряд будет это у меня с яблоком яблочную начинку я тоже вам показываю как я делаю все я сделала вчера свои начинки вот еще раз показываю вот мы берем с вами еще раз показывал наш комочек переворачиваем его вверх ногами чуть-чуть распределяем пальчиками и выкладываем туда свою начинку начинки не жалейте кладите побольше моя начинка не втекает вот теперь у нас только задача с вами залепить все это дело вот видите вот такой он будет пусть не очень красивый зато очень вкусный и вот представляете вот такое количество большое пирожков у нас с вами уже получилось да теперь нам нужно с вами я разбиваю одно яйцо и каждый пирожок нужно промазать прям вот так и вот каждый пирожок мы с вами промазали и оставляем их минут на 15 это называется расстойка пока в духовку не засовываем наш наш противень мы просто пока делаем лепим второй противень с вами даже можете минут на 15-20 оставить духовка моя прогрелась пирожки у расстойки постояли и и теперь я отправляю сюда духовку на 25 минут свои пирожки сейчас еще время нужно выставить вот а пока буду заниматься лепить делать пирожки на третий противень наши пирожки готовятся а пока мы будем приготовим с вами место куда мы их будем выкладывать это у меня вот такая большая такой большое блюдо потом я оторвала кусок пергамента сложила его два слова я и этот секрет меня научила очень хороший один очень хороший человек которая профессионально пекла пирожки а и вот мы с вами будем пирожки наши класть внутрь и потом еще укрывать полотенцем и таким образом дадим им но минуту три хотя бы полежать а вообще не в таком виде они у меня так и лежат у меня просто все потом подходят и вот так заглядывают и не бывает иногда на бумажке пишу где как какая начинка это секретик такой можно конечно сразу из духовки есть но вот вот дайте им возможность минуты три хотя бы полежать вот в таком виде и смотрите какая у нас с вами красота получилась я их еще после того когда пожарится мажу смазываю сливочным маслом и они такие красивые будут блестящие все теперь у нас с вами задача их выложить и положить пока не горячие ой первый конечно тяжело выходит вот такая красота у нас с вами получилось да все они выровнялись были страшненькие а теперь они все выровнялись видите какие красивые так это у нас одна начинка я конечно делаю для каждой начинки отдельные вот такую вот тарелку сейчас пока положу все в одну такая красота ребят а сейчас покажу я вам как внутри выглядит начинка вот какие конкретно уже пирожки я положила я уже конечно не помню ну у меня сегодня три начинки и они вот так вот выглядят вот это вот с яблоком ничего не растекается яблоко вообще она получается еще больше растаяла она такое прям нежная нежная как мармелад такой знаете нежный нежный получается я этой начинкой тоже с вами делилась так следующий у нас пирожок сейчас посмотрим что за пирожок мне кажется это с мясом а вот с мясом да вот так выглядит пирожок с мясом тут и мне кажется я немножко начинки пожалела обычно я больше кладу тоже видите ничего не высыпается вверх ногами перевернула это же она нежная нежная получается начинка и остался у нас с вами пирожок с капустой это я вам просто показать конкретно какое тесто вот и вот еще пирожок с капустой пирожки не пустые бывает знаете как половина пирожка пустая а половина тесто да ну вот как-то так вот а самое главное они нереально вкусная это просто вообще это песня они пирожки ну и конечно самый главный дегустатор который дегустирует да это уже третий пошел наверное немножко отдохнем да кусь очень вкусно с мясом вообще самые вкусные пирожки допусь вот такие они вкусные вот мамочка ну неужели больше ни одного пирожка не осталось да пусть ну все ребята всем хорошего настроения попробуйте мой рецепт и я уверена что у вас обязательно получится пирожки не выпрашивай больше не дам да копчика будет толстенькая потому что ну все всем пока хотела товарища на улицу выгнать ага да мамочка я тут лучше поохраняю пирожки пиложки нужно охранять они могут убежать да очень вкусные да кусь да в меня еще влезет это последний вкусненько ой как вкусненько да очень вкусненько но